Здравствуйте, дорогие товарищи. Всем привет. Как я рад вас видеть. Хотя я вас не вижу. Это ложь. Я вру. Я вообще вру. Но я надеюсь, что вы меня рады видеть, поэтому будем общаться дальше. Я вас благодарю за всё. За то, что вы поддерживаете канал материально, за то, что вы пишете комментарии. Я их читаю с большим интересом и часто, на самом деле. Ну и за то, что вообще любите музыку. За то, что продвигаете как-то в своём сознании или в общении искусство. Не всё то, о чём я говорю, является искусством, но в основном да. И вот новая футболочка с изображением пластинок Кинг Римсон. Привет Саше Цалихину в Нью-Джерси. Это его очередной подарок мне. Ну и в этой связи я продолжаю рассуждать. Точнее не рассуждать, а показывать пластинки группы Кинг Римсон. Старласс энд Байбл Блэк называется. Альбом 1974 год. На проигрывателе у меня он стоит. Я его два дня слушал. Решил вернуться к этому альбому. Давно очень не слушал, на самом деле, почему-то именно эту пластинку. Хотя я очень люблю Кинг Римсон. Но последние годы слушаю уже более поздние альбомы. Ранние остались в юности, в зрелости, в первой фазе зрелости, скажем так. Но вот эта пластинка, она мне очень нравится, на самом деле. Всегда нравилась с самого начала, когда я впервые её услышал. Там где-то в конце 70-х годов, наверное, прошлого века. И она меня так, в общем, зацепила серьёзно. И до сих пор я её воспринимаю как хорошую современную музыку. Ну, хорошая музыка вообще не стареет. Поэтому говорить о том, современная музыка, несовременная музыка, как-то мне не очень интересно, честно говоря. Очень хорошая запись. Очень странная. Она... Некоторые... Да, я почитал разные... Как всегда перед тем, как выходить в Астрал, почитал разные современные комментарии уже, касающиеся этого альбома. И многие пишут, что, ну, это такой шикарный альбом, его можно сравнить с первым альбомом King Crimson, The Cod, The Crimson King. Я бы не стал сравнивать, потому что, на мой взгляд, он гораздо лучше. Вообще, The Cod мне, честно говоря, не очень нравится. И с самого начала не очень нравился. Даже с первых прослушиваний, там, ещё в юношеском возрасте. А сейчас-то тем более. Нет, это, да, это King Crimson, это Robert Fripp, всё в порядке, да, но... Говорить о том, что он лучше, я бы не стал никогда, конечно. И в этом смысле вот эта классинка мне нравится куда больше. Хотя она не является цельной. Она не является цельным, таким, не скажу концептуальным, да, но таким вот цельным, продуманным альбомом. Плотинка совершенно не продуманная. Потому что нужно было выпускать. Сроки подошли. Это же бизнес, всё равно, как ни крути. Как ни крути, всё равно это бизнес. Всё равно это контракты, это обязательства, это ответственность. Выпускать было нужно, а выпускать было не очень-то чего. И поэтому, по сути, это концертная классинка. Здесь сколько? «Грей Де Сива», «Де Минсер», три песни, песни. В студии записано при этом только «Грей Де Сива», первая вещь. И что? «Де Найт Водч» записан почти в студии. Вначале записано на концерте. А они записывали, записывали, играли, играли. У них сломался мелотрон. И поэтому вся основная часть «Де Найт Водч» записана уже в студии. То есть всё остальное, по-моему, с разных концертов, из европейского тура. Группа осталась... Хотя не отличить, на самом деле, где концертная запись, где студийная. Настолько всё вычищено. Настолько всё... Причём вычищено не ноты лишние вычищены, ни какие-то огрехи, ничего там не дописано особенно. А вся публика так сметена. Звуки публики просто настолько качественно убраны, что хотя на второй стороне там местами иногда в паузах чуть-чуть, если на максимум выкрутить, там что-то такое проникает. Ну, тем не менее. То есть альбом не цельный. Но настолько интересный, настолько осмысленный внутри себя, внутри каждой вещи, что, конечно, с первым альбомом я бы не сравнил его. То есть настолько... Он серьёзный очень. Если первый альбом, он... Всё-таки, по сути, это поп-музыка. Недаром его сравнивали с Moody Blues, которых я обожаю. Ну, это так... Это большая, хорошая, настоящая, популярная музыка с красивыми мелодиями, с тонкой аранжировкой, очень хорошо ложащаяся на слух, без диссонансов, без всего. В первом альбоме Crimson там полно диссонансов, но они так отдельно всё вынесены. Основной массив — это песни, которую поёт Грек Лейк. Как проникновенно, красиво, всё мелатрон, всё замечательно. Вот здесь... Нет, здесь очень всё сложно, очень всё композиторски. Ух, какая высота! И очень интересно, конечно. И начинать можно его слушать как с первой стороны, так и со второй сразу. Я предпочитаю его слушать со второй стороны, а потом ставить на первую. Потому что, на самом деле, всё равно здесь нет единой концепции никакой. Можно так, можно сяк. Как писал Платонов, относительно русского мужика. Русский мужик такой, что он может расти в двух направлениях, и туда, и обратно. Так же и здесь. Ну, на второй стороне концертные... Да, играют вчетвером. Джеми Мюир получил травму на одном из концертов, на него упал гонг. Джеми играл на перкуссии, сидя за барабанной установкой, гонг, которым пользуется Билл Бруфорд. Он рухнул и упал на ногу. Повредил ногу Джеми Мюиро, и он не смог продолжать тур в результате. А потом вообще ушёл из группы и пошёл в монастырь. Ушёл из группы и ушёл в монастырь. И выплыл только где-то в начале 80-х годов уже на поверхность музыкальную. Опять что-то стал делать. Итак, Старлсон Байбл Блэк, заглавное полотно на второй стороне, инструментальное. Билл Бруфорд говорил про запись этого альбома, что мы стремились сделать так, чтобы зритель, слушатель не понял, где написанная партия, партия, а где импровизация. Чтобы он путал импровизацию с написанными партиями. Надо сказать, это получилось, потому что здесь трудно понять иногда, где импровизация, а где придуманная партия. Но поскольку в основном всё придумано, то нет хаоса никакого. Есть управляемый хаос, как принято сейчас говорить в политике. Управляемый хаос. Вот этот самый управляемый хаос вот здесь настолько прекрасен, что слушаешь да заслушаешься. И вот из этого хаоса Старлсен Байбл Блэк из набора звуков удивительных вдруг формируется музыкальное полотно, конкретное, с басовым рифом. Входит такой басовый риф Джона Веттона. И на нём этот хаос, ещё неуправляемый, как-то так прилипает к нему. И получается музыка. Получается общая музыка. Очень громкая, драйбовая за счёт ритм-секции. Прекрасно на перкуссии играет Бруфорд, потом переходит на ударную установку. Полный кайф. Но самое интересное в этой вещи то, это первая часть. Это пока ещё только подход Бруфорда. Басовый риф. Он уже играет риф. И он играет риф, уже играет ритмично. А скрипка и гитара, Дэвид Кросс на скрипке, фрип, понятно дело, на гитаре и на мелотроне, и они играют такие длинные ноты, такие дроны, дранирование такое идёт. Скрипка и гитара. Там иногда даже спутаешь по звуку, где гитара, где скрипка. Он такой транс, трансовый подъезд, подход, подлёд. И как бы вещь существует в двух плоскостях. И эти две плоскости не пересекаются практически. Внизу вот этот пульсирующий басовый рисунок ударных и баса, а сверху летящие вот эти вот длинные ноты гитары и скрипки. Очень едкие, очень жгучие такие. И вот эти две плоскости, они так существуют параллельно, и потом только они сливаются в единое целое. Вторая вещь Фрэкча, она вполне могла бы быть на альбоме Red. По крайней мере, в финальной её части просто очень похожа на Red и, собственно, на саму пьесу под названием Red. Очень сложная вещь, но не головоломная. То есть, это такая сложность, удивительная сложность, которая легко воспринимается, опять-таки. Но очень сложно. И Фрив говорил, что я так и писал специально эту вещь, чтобы она была сложной, чтобы мы её долго репетировали, потому что на раз её не сыграть группой. Там очень тонкие и очень непростые взаимоотношения между инструментальными партиями, между ритмически. Каждая партия так выстроена, что очень трудно понять, когда, в какой момент кто включается. Очень интересно, очень здорово. Ну, на первом сцене The Great Deceiver песня начинается просто как какой-то тяжёлый рок. Очень быстрый, дико быстрый. Ну, это ладно. Очень тяжело, очень быстро, очень громко. Едкая гитара, бешеные барабаны. И потом она начинает не то чтобы хромать, а ковылять. Ковылять, как ковыляет какой-то лесной страшный монстр. Хотя это и посвящено монстрам. В общем, как мы любим, посвящено и шоу-бизнесу, и потреблению массовому, и прочему. Впрочем, Фриб даже написал несколько строчек текста здесь. «Cigarette ice cream» и так далее. Это его задумка. То есть такая, не то чтобы протестная песня, но, в общем, отрицающая причастность к этой всей мерзости потребления массового. «Money for nothing», да. Как потом спел музыкант из другой группы. Песня переходит сразу в «Lamond», после хромоногой вот этой «Great Deceiver», одновременно и быстрый, и медленный, да, «Lamond». Она сначала медленная, а потом быстрая, да. Сначала почти какая-то битловская мелодика даже, такая красивая пошла, и переходит в хаос, в навал, в гитарно-ударно-басово, шизофренический, фриповский какой-то жуткий. Очень интересно. «Well, let you know» мне очень нравится. Полотно инструментальное. По структуре немножко напоминающее «Starles and the Bible Black», то есть из хаоса, из набора звуков, ну, правда, гораздо более ритмически выстроенных, нежели чем «Starles», всё садится на барабанный, в данном случае, рисунок. Бруфорд начинает играть чёткий, как чёткий такой, чёткий ритмический такой паттерн, и вещь так склеивается, и пошла вот так вот двигаться в перевалочку, в развалочку, вперёд-вперёд, так тяжело, тяжело, тревожно, но так с движением, с таким. И беспредельно прекрасная «The Night Watch». Просто она такой красоты вещь, и такой глубины, что просто заслушиваешься. И, конечно, там гитарная соло-фри, по-моему, помрачительная. Просто одно из лучших, наверное, его гитарных соло. Хотя у него их очень много хороших, конечно, очень. Ну, тут такая красота, там все эти тэппинговые штучки, у него и сустейн бесконечный. Это так красиво. Трио – это трио, да, это без барабанов. Ну, такая барочная красота. И «The Mencer» – очень странная песня, которая как бы обрывается в конце неожиданно. Раз – полная тишина. Как будто что-то сломалось. Ну, она тревожная, тяжелая и очень странная. Единственное, что я могу про нее сказать, что она странная. По-хорошему странная. Не отталкивающая, не отпугивающая. Все время от нее ждешь чего-то. Это чего-то приходит, но совершенно не то, чего ты ждал. Совершенно что-то другое приходит. И начинаешь ждать дальше, а потом раз – она закончилась неожиданно. Просто посередине песни. Пораз – полная тишина, и все. Вот такая вот интересная пластинка. И что только про нее не говорили, конечно, что только про нее не писали, что это последняя, значит, «Лебединая песня». Хотя «Лебединая песня» будет впереди, это «Рэд». Уже, но «Рэд», на мой взгляд, вообще другая история. Это вообще другая музыка совсем. А это, по сути, наверное, последний альбом такого вот, такой вот первой фазы «King Crimson», которая началась с «In the Cove of Crimson King». И на этой пластинке она заканчивается. Она заканчивается грандиозно. Ифрин здесь не хлопнул дверью, а просто повернулся к нам другим боком. Что касается пластинки «Рэд», она вообще отдельно существует, выделяется из всей дискографии «King Crimson». Про нее я уже говорил. Она особая статья. А это, да, это грандиозный финал первой фазы удивительной группы «King Crimson». Я очень люблю эту пластинку. Всем советую. Пошел пить. Пока.